ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Которую позже опубликовали в местной газете за подписью Валерий Приемыхов. Тогда он и решил, что станет писателем. Окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств. После Приемыхова распределили в Русский драматический театр имени Крупской в городе Фрунзе. Он проработал там около трех лет, прежде чем решился уехать в столицу. Месяц, говорят, прожил. Надо рыбовщинку хватит. У кого рыба, то ты прав. С голоду сдохнешь. Не, летом не сдохну. Всенародная любовь обрушилась на Амурчанина после выхода фильма «Холодное лето 53-го», в котором Валерий Приемыхов и Анатолий Попанов сыграли политзаключенных. По мнению кинокритиков, эта роль стала лучшей ролью Приемыхова в кино. Он был признан лучшим актером 1988 года по версии журнала «Советский экран» и получил вторую по счету Государственную премию СССР. Вот знаете, когда посмотришь на него в любом фильме, во-первых, он такой, какой он был. Ну, роль, естественно, что-то дается, ну, вот внешний и внутренний. У него, посмотрите, он же богатейший внутренний мир, даже тогда, когда он просто снимается. В него нельзя не влюбиться. Все наши девчонки, ну, я уже не просто девушка была, поэтому, все наши девчонки в него были влюблены. Влюбленными в земляка амурчане остаются до сих пор. В Амурской области есть два города, с которыми прочно связана судьба Валерия Приемыхова. Это Белогорск, где он родился и учился, и Благовещенск, куда семья окончательно перебралась в конце 1950-х. Здесь Валерий Михайлович окончил 18-ю школу. Над облаками поверх границ, ветер прильнет к трубе. Валерия Михайловича Приемыхова не стало. В августе 2000-го он скончался на 57-м году жизни от опухоли головного мозга. Спустя два года в Благовещенске в сквере Дворца профсоюзов открыли памятник бюст славному земляку. Ежегодно звезды театра и кино, которые проезжают на амурскую осень, возлагают к подножию цветы. А уменьшенная копия памятника стала главным призом фестиваля. Каждый год, каждый год уже 16 лет, каждый год мы встречаемся и приходим к этому памятнику, чтобы поклониться, поздороваться и пообщаться с Валерием Михайловичем. Я думаю, что эта вот память, она всегда будет с нами, пока мы живы. Кому еще напомнить? В машину кирпича толкнули. Продались за бутылку лодки! За бачку сигарет! Тьфу! Трудные. Нашли себе теплое местечко! Хлеб топтать! А вы знаете, что такое хлеб? Он был очень-очень ранимым, очень даже где-то робким, застенчивым. Он интеллигентный, худощавый, с хорошим чувством юмора и очень смешливый. Он болел за родину, за судьбу родины. Это действительно так. Он прям как близко к сердцу принимал вообще все, что происходит в нашей стране. Про Приемухова говорят редкий артист. Не только потому, что он был нетипичен для советского кино и вместе с тем максимально свой для зрителя, но и потому, что был артистом, пишущим и ставящим. В общей сложности сыграл больше 20 киноролей, написал 15 сценариев и снял 3 фильма в качестве режиссера. Мне очень жаль, что молодое поколение, приходящее сегодня в кино, я уж не говорю про зрителей, не знает, кто такой Валерий Михайлович Приемухов. Видимо, это пробел нашего кинематографического воспитания, как не знает, кто такой Герасимов, поступая во ВГИК, увы. Поэтому я призываю кинематографическую молодежь все-таки немножко знать свою классику. Валерий Приемухов – это классика. Выйди, мое счастье, ко мне вон из речки, все тебя же да согрею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова